всех приветствую в данном видео хочу показать как строить вот такую геометрическую фигуру алоид называется определение алоида можно посмотреть в википедии вот такой параметр кинетика данной фигуры скажем так основной является во время качения каждая точка поверхности алоида касается плоскости по которой она катится в определении алоида чтете все и вот схема алоида две окружности на перпендикулярных плоскостях центра одной окружности находится на окружности другой касательные прямые исходящие вот эти как бы по проекции разделяют общий радиус пополам другая схемка вот и вот кинематика данной фигуры то есть каждая точка поверхности при качении соприкасается с плоскости по которой она катится чем больше вот этих направляющих при построении видно да вот это вот такая тем более правильно более идеально будет это фигура покажу вам строение как бы строится сначала вот одна поверхность и потом просто зеркалится она но при построении первая фигура при построении поверхности вот это при втором направлении использовалась пять направляющих раз два три 4 5 вот этого варианта использовалась три направляющих ну и соответственно вот это этот вариант более близок к идеальному поскольку здесь больше направляющих мы это даже видно при включении анализа напряжения вот и еще один нюанс это и построение данной фигуры скругления вот этой кромок программа не давала построить скругление пока я как говорится не подшиманил вот эту область перехода при включении анализа напряжения там где использовалась использовалась пять направляющих область напряжения меньше вот и более равномерно там где использовалась меньше направляющих ведь всего 1 2 3 область напряжения она увеличивается вот ну и соответственно чем больше вот этих направляющих тем на область напряжения она становится меньше покажу как правильно эти направляющие построить в соответствии данной фигуре и второй нюанс покажу как я обошел вот этот нюанс что мне не давало сделать скругление давайте скажем так на первом варианте вот эти все дальше по дереву строение вот эти все элементы это уже я обходил вот эту невозможность построить скругление до всего этого если взять и построить захотеть построить 10 а выберу она просто не программа не даст просто потому что здесь вот такой переход идет из касательных поверхностей сразу в голову кромка вот это она не будет строить радиус ведь одна десятая миллиметра и это при условии дает ошибку даже если отдать ногу но вот это вот этому эксперту все равно не построить и это при том что диаметр поверхностями 200 миллиметров радиус 100 миллиметров 1 10 даже не будет скругления вот и второй нюанс я покажу как я обошел ограничения и после этого я уже построил программа дала построить скругление то есть вот этот плавный переходик я сделал давайте начнем на плоскость спереди так строим эскиз первую окружность давайте начнем на плоскость спереди так вот разделю ну что он мне нужен именно этот радиус вот этим даже нужно он здесь пополам так разделим дополнительно помогать первую окружность первую окружность построили теперь на на плоскости сверху вторую окружность по условию фигуры центр окружности лежит на окружности другое вот вот и теперь трехмерный эскиз для нашего элемента для второго направления мы делаем там давайте вот и окружность тоже надо вот и теперь для удобства построения вот и теперь этим направляющим и взаимостно здесь можно было построить дополнительные вспомогательные прямые чтобы не заморачиваться на связи просто вот так вот от точки точки наши элементы почти готовы и теперь нам нужно строить подправить наши эскизики потому что нам нужно вот эта поверхность и соответственно нам нужны в эскизах только их окружности ток момент вот что значит делаем видео редактирование давайте так покажу чтобы было удобнее ну для построения просто для наглядности откатываю полосу до этого эскиза вкажу в редактировании теперь в деле построения правой кнопки предыдущей и она у нас как бы откатывается и нам видны эскизы точки которым там привязываться нужно несмотря над эскизов которые находятся после данного эскиза по дереву и то есть смотрите нам нужен вот от этой точки до этой точки вот этот сегмент окружности а остальное нам не нужно что делаем идем разбит объект так вот этих точек и у нас окружность нити разбиваются на два сегмента эту часть мы можем сделать вспомогательные геометрии и то же самое и то же самое делаем здесь нам нужен только вот эти нажимаем разбить выбираем инструмент разбить объекты и наши 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 . наши в этих точках тыкаем и ненужную часть оси окружность сегмент делаем вспомогательные вот но теперь у нас видим перед эскизами звание появился знак минус говорит о том что эскиз недоопределен просто в этих точках так мышку тыкаем зажимаем левую кнопку и так подвигаем и он у нас становится как нужно определенным если возникнет ошибка здесь отправим все давайте сохраним а вот три назовем вот и теперь можно натягивать поверхность но как говорил лучше что у нас во втором направлении здесь будут участвовать три направляющих отрезка нам нужно более как к диалу и двинуться поэтому нам нужно как наверное список добавить еще направляющих как их правильно добавить непонятно что вот в этом сегменте нужно направляющих делаем следующий вспомогательную геометрию из двух отрезков эта точка на окружности и вот эти отрезки мы делаем равными и теперь здесь то же самое вспомогательной геометрии делаем вот так . на окружности и отрезки делаем равными вот и теперь вот для этой для этого сегмента будущей поверхности делаем то же самое движение делаем то же самое движение вот теперь от этих точек соединяем их и вот у нас построили справедливо направляющего так как нам нужно ну соответственно еще более идеально теперь для каждого от этого сегмента тоже можно отразделить вам эту часть тоже делить вам еще по каждой направляющей геометрия построить более приближенных и для скажем так наши направляющие построены теперь нужно границ поверхность вызываем выбора нельзя петлю да это первое это вторая перекручивает вот можно и не делать то что еще сделать сразу выбрать направляющие поверхность остается как нужно перейдем в направлении 2 и выбираем наши отрезки в качестве направляющих и единственное что пока оставим сейчас покажу так вот эти кромки когда будем зеркалить зеркалить в первом случае ставлю сшить поверхность это и чтобы вот здесь более верным было уголочек все равно он присутствует скажем как были на приблизиться поверхность классно что фото поверхность вот этот переходе поле был по касательным при построении границы поверхность вот в этих двух направляющих в одной поставим условия направления вектора для для этого направляющие направление вектор будет у нас плоскость справа и теперь для вот этой направляющей также направление вектора мне уже будет плоскость справа так пардон не справа а сверху да сверху и влияние тоже по максимуму выкручу вот так будет более правильно отзеркалили поверхность нашу и теперь эту же поверхность тоже также зеркалим но уже относительно спереди и здесь уже сшить поверхность не нужно потому что если мы поставим поверхность у нас будет одна и тут надо как-то переходить в твердотел вот поэтому сшивать нам не нужно чтобы было две поверхность и дальше мы их уже сошьем объединим и создадим твердое тело поскольку у нас замкнутое пространство замкнутая геометрия и теперь как мы видим мы перешли в твердое тело это у нас твердое тело сохраним практически наш алоид вот он готов в принципе то можно и закончить то есть вот это условие у нас кинематика она соблюдется будет соблюдена поскольку у нас ну не идеально конечно потому что давайте совет сейчас я вот вот потому что здесь недостаточное количество скажем так для идеала вот этих направляющих но если еще раз повторюсь хотите более идеально то есть каждый сегмент вот этот еще нужно больше направляющих тогда геометрия будет более идеальная но и то что вот я говорил нюанс фигура да она построена готова ее можно как говорится там распечатать а вот эту скажем так лезвие вот напильник вот как вот здесь видите большое скругление все равно есть не лезвие у нас остается ну и вот этот переходик вот здесь нужно как-то решить покажу сейчас как я это делал но скругление она нам не даст то есть даже 10 миллиметра радиус выберем чтобы мы не делали любую величину скругление с разным с переменным радиусом все равно она не даст из-за того что здесь вот в этой точке вот такой переход вот касательности в кромку сразу в угловую скажем так ну и как так что нам делать поскольку у нас фигура асимметрично поступил следующим образом так плоскость права элемент разделение тел тел у нас одно выбор тел нету разделяем если стоит галка абсорбировать ее убираем вот и убираем все тела чтоб она у нас разделила тело наше оставила вот у нас теперь стало два тела и теперь у каждого тела у этой кромки давайте по единичке сделаем видите она дает уже скруглить одно скругление и второе скругление вот вот тут возникает нюанс видите у каждого скругления нужно теперь избавиться от этой штуки понятно понятно можно первая мысль конечно скруглить но она по прежнему тут нам не дает скруглить вот как видите эти радиус скругление слишком велик какой радиус вот ну и как я вступал на плоскости сначала давайте вот эту половину то есть здесь на плоскости с перья строю эскиз вот таким макаром это точка у меня совпадение с этой кромкой у этих точек совпадения вот с этими кромками но обязательно теперь у этих прямых должна быть касательность вот с этими кромками вот и дальше делаем берем установление разъема и указываем вот эти наши поверхности у нас построились видите линии разъема на этих поверхностях то есть вот эти уголки как раз мы сейчас будем убирать то есть используем инструмент удалить грань и удаляем наши вот эти грани и плюс вот эту потому что она вам не нужна вот вот и у нас образовалась поверхность ничего страшного освещаем нашу твердое тело и теперь здесь используем элемент заполнить поверхность заплатку подбираем и грани с одной стороны и с другой стороны сделали создали плавный переход и теперь тоже еще раз сделаем заплатку но только закрываем наш вот это отверстие построил галку объединить результат и поскольку у нас объем закрытый создать твердое тело у нас создалось твердое тело и уже как видим здесь плавный переходик и теперь осталось на этой половине сделать то же самое здесь на плоскости сверху уже создаем спис здесь также указываем наше поверхность где нам нужно сделать премию разъема и то же самое удаляем наши ненужные грани количество пяти штук все и также создаем наши заплатки закрыли теперь закрываем нашу твердое тело с плавным переходом на всех этих местах но теперь осталось только объединить два тела в одно все вот алоид более менее правильный не идеальный вот для идеала здесь нужно строить больше вот этих направляющих и все в принципе и все и и и и и и и и напряжение равномерно распределился распределилась если здесь направление вот эти направляющие убрать эти две область будет более широкой и не менее равномерно вот ну и по зебре как видим с небольшой матеркой можно сказать что поверхность класса на что нам зебра и показывает почти да все как построить правильный алоид с учетом его кинематики чтобы соблюдалось условия кинематики ну и в данном случае еще нюансик о построении скругления потому что программа так просто не дает задавать скругление из-за вот этой области все на этом все всем пока